Всем привет! Решил записать вам видео, а не в стриме сделать знакомство с кланом дракона, потому что во время стрима не очень это получилось сделать. Ну, ФФА на шестерых, два железа, два камня и два дерева, как раз удачно. Я один с драконом, тем более, что я уже пару игр сыграл до этого, могу хоть что-то показать. Имейте ввиду, это не гайд, это не гайд по клану, это именно показ каких-то особенностей его, чтобы вы решили, стоит ли вам покупать его себе или нет. Клан необычный, конечно, с такими своими особенностями развития, особенно вот эти рабы и жертвоприношения, оригинальные штуки, да, и оригинальные здесь юниты у них. Вот эта шкала для развития, и мне он видится, конечно, намного лучше, чем клан Змеи, который был до этого, и в принципе за него вполне нормально можно играть. Необычно, неудобно, но он очень не похож, да, очень не похож на те кланы, которые есть в игре. Тем не менее, развитие такой же, как и у всех, ищем территорию для колонизации, исследуем все. Здесь особенность в том, что в начале у игрока сильный юнит военный будет, но он тратит вот очки этих крови, очки крови. А чтобы получить очки крови, надо приносить в жертву рабов. А чтобы получить рабов, у вас должны быть деньги, вы должны их покупать. То есть, у нас сводится все к тому, найти место, где есть еда, чтобы там поставить здание на еду и поставить на добычу денег. Вот тут у нас уже есть, видно, что место для оленей. И поставить здание для добычи денег, а это, понятно, будет гавань. У нас два ворона против меня, два медведя. Ну, медведь сейчас после патча стал крутым кланом, потому что они сразу медведи имеют в самом начале. Так-то это, по-моему, сильновато. Ладно, сначала колонизируем оленей. Тут поставим добычу еды. Так, и надо какую я еще хочу территорию открыть дальше. Нет, сначала надо еще... Так, один момент. Откроем, наверное. Ну, надо пооткрывать побольше территории вокруг. Хотя вот здесь у нас уже драугры. Тут нам сложно будет пробиться. Надо еще вот эту территорию открыть и вот эту. То есть, собственно, сюда же не пройти? Нет, не пройти. Так, давайте сначала поставим все-таки алтарь драконидов. Потому что юниты в первую очередь нам нужны. И надо нам 60 дерева на... Давайте пока отправим на добычу дерева. Еще вот эту территорию откроем. И пока на этом все. Нам нужно с этими волками разобраться и с этим волком. Идем по нижней ветке, потому что здесь работорговля цена рабов дешевле на 50% будет. Это важно, потому что у нас каждый юнит будет снижать кровь, А мы будем приносить раба в жертву, чтобы кровь повысить. Так, алтарь драконидов готов. Пока нету 60... Ну, наверное, давайте уже сделаем драконида. Собственно. И сразу одного раба принесем в жертву. Надо приносить именно рабов в жертву, потому что они больше крови дают. Начинаем с волков. И разведчиков возвращаем. Эти юниты сильны, но у них слабая защита по сравнению с воинами. И плюс, когда вы откроете драконовое бешенство, вы еще будете плюс 50% иметь в зоне, где нету никого, кроме драконидов. Пока приходится так делать. И желательно их, конечно, беречь. Желательно их лечить и беречь. Потому что вам... Вы не просто деньги тратите на их создание. А вы тратите деньги, кстати, когда вы их создаете. Но и кровь. Вот это более серьезное вложение. Так, тут у нас медведь, тут драугры. Значит, у нас вот еще два волка осталось. А тут, кстати, и пройти некуда. То есть, это вся моя территория. Я защищен пока двумя... Но, опять же, это клан на нападение, а не на защиту. Следующую вот эту область надо брать, потому что тут как раз две овцы. Мы их сможем принести в жертву и другие области захватить. Еды мало. Видите, у меня только одни олени есть. А рыба вот... Даже негде. Вот тут, на территории драугров. Мало еды. Так, здесь надо построить добычу дерева еще. Старт неплохой для меня. То есть, я сейчас не буду беспокоиться, что на меня кто-то нападет. Перебрасываем овец в те места, где есть здания какие-либо. Ну и желательно, наверное, вот эту область захватить. Здесь исследовать руинки. Хотя пока нам нужно больше дерева, чтобы быстрее построить... Быстрее построить гавань. Нам будут нужны деньги для покупки. Когда запас крови иссякнет... А он, кстати, мы можем раба сейчас использовать пока, чтобы славу получать. Здесь, кстати, вот я вначале думал, когда клан появился... То есть, вы можете до максимума эту шкалу увеличить. Я думал, что все три бонуса работают, когда она увеличена. Нифига, работает все-таки только последний. Поэтому на шкалу вы только смотрите, какой вам бонус сейчас нужен. Здесь вот мне плюс славы в месяц достаточно вполне. Нормальный бонус. Так, уже соточка. Строим гавань. Еды. Ничего, что у меня сейчас зимой не будет еды, потому что у меня есть две овцы. Я их буду использовать для получения еды, когда у меня их будет не хватать. Так, мне пока нужно дерево сейчас в первую очередь и деньги. Хотя надо будет, наверное, одну зарезать и вот эту область захватить и исследовать руинку. И там у меня будет стоять драконит, если что за счет. Ну, вообще его вылечить надо. То есть, нам еще и лекарей стоит построить. Но, опять же, наверное... Не, наверное, лекарей вот тут... Нет, тут надо. У меня нету пока воз... Нет, вот здесь я лекарей построю. Точно у меня будет... То дровосеки, то лекари. Тут еще классный для драконидов есть вот бонус, когда они сами лечатся. Вообще, сами по себе. Но сейчас его нету, этого бонуса. Поэтому приходится здание для лекарей строить. Так, ну и как раз можно сейчас купить рабов. Вот смотрите, они стоят 40 золота. Но каждый раз она будет возрастать при покупке на 40 золота. И уменьшаться каждый месяц на 2 золота. Поэтому и желательно все-таки дождаться работорговли. Но вы совсем без рабов не можете. Совсем без рабов не получится. Поэтому надо покупать. Пока у вас работорговли... Наверное, раза два вам придется купить. Так, еще мне некого лечить. Что-то я ушел. Так, давайте зарежем овцу. Уже минус 3 пошло. Сколько требуется. Как раз придется обе овечки зарезать, скорее всего. А, у меня еще и Вите не хватает домов для роста. Надо дом строить. Сейчас, кстати... Нет, пока не надо. Вот лето начнется. Я принесу в жертву раба, чтобы получить плюс 10 силы к атаке. И этих вот... Волков можно будет вынести. Давайте этого дровосека пока отправим. И этого дровосека отправим строить... Склад. Ну, одну овцу придется все-таки еще зарезать. Иначе эту зиму мы не переживем. Маловато еды. И, кстати, по опыту моих игр всегда у клана дракона как-то немного еды вокруг. Еще мы на карте Норсгород играть. Не на Рагнарёке. То есть тут у людей и пшеница бывает. Но не для меня, как мы видим. Так, построили минус 6. Кстати, может еды и не хватить. Вот. Видите, способность влияния и дун. С этим многословением дракониды восстанавливают здоровье. И у меня сейчас через месяц запас крови опустеет. Надо покупать... Эээ, надо приносить в жертву. К сожалению, не смогу я атаковать. С магнием. Потому что я сейчас принесу в жертву. Но через два месяца это влияние магния уйдет. А у меня как раз... Хотя, вот как раз лето начнется. Вообще, давайте принесу в жертву быстренько. Так, этих всех вылечили. Можно строить добычу камня. Нужно уже апгрейдиться. Так, побежим сюда. Начнется месяц. Атакуем. И дальше, конечно, надо бы исследовать вот эту территорию. И вот с драггами разбираться. Кораблестроение. То есть, в принципе, вам нужны деньги. Как бы идея клана в том, что вы деньги конвертируете в рабов, а потом конвертируете в какие-то бонусы, принося этих рабов в жертву. Ну и кроме того, рабы могут собирать ресурсы, но они собирают, к сожалению, намного меньше, чем обычные. Правда, при этом и ничего не требуют. Так, давайте пока зима вот эту территорию открою. Берем кораблестроение, естественно. Так, можно еще рабов, наверное, прикупить пока. Нам, в общем-то, кроме как на рабов, практически ни на что не будет требоваться деньги. Ну, там на апгрейды, да, да, но это позже. Да, надо рабов брать и приносить их в жертву, чтобы у меня лечение было. Ну, вот как я и говорил, видите, не успел. Вот, наступило лето и ушел этот бонус на силу. Мы сейчас принесем одного раба и второго раба, чтобы получать... У меня сейчас будут дракониды восстанавливать здоровье. Почему они восстанавливают здоровье на любой территории? И с таким бонусом, в принципе, можно и на этих напасть. И на драугров напасть будет. Когда у меня нет еды, чтобы территорию захватить, но это... Это ничего. Вот, даже покажу, что восстанавливается. Видите, восстанавливается шкала. Так, тут пять волков. Здание есть. Ну, в первую очередь, видите, тут еда хотя бы имеется. Тут еще рыбы есть. Вот поэтому я хочу... Не только потому, что тут... Железо будет и слава. Так, где это тут? Где-то еще один в другом месте. Мне бы, конечно, прокачать драконовое бешенство, но не сейчас. Пока не сейчас. Блин, больно бьют. У него... У него слабая защита. У драконида. Ладно, стоим, лечимся пока. Кстати, могу и лекарей заодно добавить. Быстрее все будет. Так, счастья уже не хватает. Надо территорию какую-то захватывать. Еще одного на добычу. Или мы можем, кстати, перебрасывать постоянно туда-сюда этих... Мне просто сначала надо открыть плотничье дело, прежде чем... А ну, как раз сейчас оно откроется, прежде чем апгрейдить здание. Все, разведчиков можно возвращать пока. Плотничье дело открыли. Драконидов вылечили. Здание можно улучшать. Так, что-то подлагивает. Серьезно, опнулись. Так, надо добивать этого парня и убегать. Пока у меня нету бонуса, потому что он на своей территории... В одиночестве дерет, блин, не успею я его убить. Очень не рекомендую. Хорошо, сейчас мне нету лагов, а то я могу сейчас потерять юнит. Так, давайте пока. Шахтеров. Еда идет. Ну, мне надо вот 120 еды, чтобы эту территорию захватить. Конечно же. Так, медведь коричневый стал таном. Так, наверное, проатакуем вот этого, ближайший... Или к тому надо подобрать. И того добьем все-таки. Как раз мы тут долечимся, пока бежать будем. Возвращаем. Блин, они еще лечатся постепенно. Так, давайте вернемся. Блин, несчастье пошло. Может мне еще одному юнита сделать? То есть построить... Алтарь драконидов. Обратите внимание, что если у всех других кланов могут два юнита делать, то кланы драконидов по одному только в этих вот своих лагерях. А потом, когда проапгрейдится, уже два будет. Ну, куда ты побегу? Ну, вот лагину. Постепенно накапливаем. Так, отступлю на всякий случай. Я тут с такими лагами боюсь. Меня там словят. За попку мою. Моих мохнатая попка. Там у него не мохнатая. За мохнатую, наверное, попку словят. Сейчас я сделаю воина. И одного раба принесу в жертву, чтобы... Ой, не-не-не. Тогда пока не приносим. Пока работает лечение. Отлично. И нападаем. Все, сейчас мы должны эти драугров убить. Два воина драконидов. Это намного круче, чем два воина у любого другого клана. Я думаю, даже они четырех вполне могут заваливать. То есть это не один к двум. Да, один к двум с половиной, наверное. Примерно так высчитывается. Так, счастье вернулось. И пять рабов получили. И шкала крови увеличивается. Дальше продолжаем зачищать. Я думаю, что вот эта территория нам нужна. А тут строим добычу рыбы. Так, вообще нам надо следить за воронами. Четырнадцать. Примерно в районе двадцати восьми процентов. Если вы не нашли воронов, то имейте в виду, что примерно в районе двадцати восьми процентов они становятся ярлами. И могут к вам отправлять нападение. Все, лечение закончилось. Направляем. Рабов не только можно будет в жертву приносить. Есть технологии, которые позволяют рабов к зданиям добавлять. И они начинают добывать то, что в этих зданиях. Но это опять же их открыть надо. Я пока иду, видите, на удешевление. Рабов. Это важно. Ну и как и важно. Так, надо долечить ребят. И надо апгрейдить уже здание, которое у меня есть. Так, работорговлю открыл. Это здорово. Двух рыбаков. Значит, с едой мы все проблемы решили. Давайте еще на добычу дерева. И, в принципе, можно ставить еще одну гавань. Слушайте, а может, мы гавань здесь сделаем. Кстати, тут у нас и... Так, давайте нападем. У нас там не занятые члены. Отступим. Да, давайте, наверное, вот тут. Колонизируем эту область. Здесь и гавань поставим. И тут еще и добыча... Железа будет. Пять волков. Это, конечно, тяжело. Ну, ты не побежал. Да, у меня еще способность, что мои раненые жители, они не теряют способность добывать рыб. Так что жители вам не обязательно ремонтировать будут. Просто помните об этом. Так, строим гавань. Что-то у меня счастье, кстати. Вот на шкале не было еще ни разу. Вот можно... Кстати, можно принести в жертву этих ребят, чтобы сила была у воинов, пока я с этими волками разбираюсь, чтобы быстрее убить их. Эти плюс два стало. Вообще, на это, я думаю, наверное, уже имеет смысл 17% у фиолетового. Я думаю, имеет смысл уже башни ставить, чтобы уже не думать о них просто. Минус два еды. Нормально. Нормально. Выживем. Вообще, я бы сейчас, наверное, сделал скаутов, проапгрейдил, чтобы до конца вот эту территорию открыть уже. А, мне правда некого в скауты отправлять. Так. Давайте, наверное, рабов прикупим. Так. Здесь пока лечение идет. Ну, драконидов желательно вылечить. Дракониды все-таки теряют силу. Видите, раненые не получают штрафа к счастью и производству, а к атаке они получают штраф, поэтому надо вылечить. Ну, давайте этого лесоруба на добычу пока камни отправим. Еще мне нужен пивоварня нужна, потому что счастья нету практически. Что у нас тут с развитием? По науке красный медведь лидирует, по славе коричневый медведь и фиолетовый. Ну, мне надо фиолетового ворона убивать в любом случае. 19 уже. Ну, надо бы башню, наверное, поставить в центре предварительного содержания. Так, что у нас там с лечением? Вообще, можно этих рабов... О, а что у нас тут будет сейчас? Нашествие драгового. А где, где, где? Что я пропустил? А, вон они где появятся. Так, вот теперь берем, наверное, драконово бешенство. К силе атаки дракониды, если в зоне нету других союзников. Или тяжкий труд, чтобы рабов можно было... Я бы вот драконово бешенство и к пленению дальше пошел. Честно говоря. И вот сейчас, смотрите, у дракониды, да, 12 плюс 1. А вот теперь, если убираем, убираем 12 плюс 7 становится. То есть плюс 50%, то есть у него 19 сила. Намного даже сильнее, чем у любого берсерка. Правда, он слабенький. В этом его слабость. Ну, сила... Защита у него слабая. В принципе, 4 драконида сносят всех. Так, теперь надо брать рабов, приносим в жертву, чтобы лечение было. Лечение, считай, тут важнее, чем... И идем медведика или этих драугров мочить. Давайте медведика просто посмотрим вот одним драконидом, как оно будет работать. И нам надо построить пивоварню. А потом еще одну башню вот здесь. Ну, чтобы уже точно не бояться. Блин. Все равно двумя как бы лучше нападешься. У тебя атака 12, то есть двумя это 24. Но вот это бешенство дракониды, или как оно там называется, все равно классная штука. Так, где медведь? А плюс еще, когда мы добудем здесь железо, еще им силу улучшим. Так, добыли камень. Известный клан врата Хенхейма открыл. О, это, кстати, как раз фиолетовый. Надо быстрее строить башню здесь. То есть это у него плюс 50%, у него 23, у него чуть-чуть уже до ярла осталось. Ой, чуть не потерял дракониды, это я зря. Так, тебе надо тут стоять. В общем, надо зачистить... Тут есть проход? Да, вон фиолетовый ходит, тут проход есть. Стоим, покалечимся. Значит, сюда счастье отправляем. Сюда отправляем башенку строить. Но тут же нету прохода. Я, по-моему, хотел тут скаутом исследовать, и не получилось. Так, раненые. Тут надо камень добыть, а потом поставить склад. Три раба. Надо еще купать рабов. Денег у меня дофига. И надо строить еще один лагерь. Как раз, наверное, тут и построю. Еще одного драконида делать. Все пока неплохо. Единственное, чего мне не хватает, это исследование территории. Так, и тут надо добычу железа. Я бы тут еще, кстати, дом построил, а потом еще добычу железа, чтобы уже было куда новых жителей складировать. Уже очень скоро фиолетовый станет ярлом. Давайте дом сначала. Так. А этот у нас пускай военный лагерь еще один строит. Так, эти вылечились. Пошли мочить драугров. Четыре драугра будут больно бить, но и двумя драконидами, и... А уж тремя тем более, четырех драугров сносится только в путь. Так, домик достроен. Давайте еще добычу железа. На науку мы не будем пока обращать внимание. Давайте, наверное, шубу возьмем. Будем нападать. Блин, а вот теперь думаю, может, все-таки благословение Бальдра брать, а не... Нет, возьмем. Железа. Так не странно, здесь спокойно нанимаются воеводы. Ну вот просто для сравнения я вам покажу. Сила 12,6 и 75 жизней, а у воеводы 15,10 и 75 жизней. То есть вот эти дракониды, они практически как воеводы, практически. А сил у них даже больше еще будет, когда я их апну железо. Опа, коричневый сдался. Наверное, его там мочили, я думаю. Так, сделаю дракониды еще одного сразу. О, пока работает. Лечение, отлично. Ну, три драконида с берсерком, это вполне сила, с помощью которой можно нападать на... нападать на соперников. То, что они... Так, главное, берсерка не подставлять, чтобы они его не мочили. А потому что лечатся только дракониды сейчас. Лечатся только дракониды. Фу, не убили рыбака. Это хорошо. Так, улучшаю как раз драконидам. 15% к атаке. И вот дракониды у нас уже 14 имеют. Ну, то есть, как берсерк. То есть, грубо говоря, у нас типа 4 берсерка. Едет, что у драконидов сила меньше. Надо открывать территорию и сносить фиолетового. Блин, счастья уже не хватает опять. Давайте мы одного... Этого... Добытчика дерева сюда перебросим. И еще заодно апнем. О, плюс 3 счастья. Это хорошо. Так, эти сами лечатся, дракониды. Тогда апаем лагерь разведчиков. А что у нас тут сейчас будет в землетрясении? Дерево есть. Ммм, мне надо разведчиков, конечно. Ну, сейчас появится больше жителей. Остал уже этот ярлом. Фиолетовый я что-то не заметил просто. Так, я, конечно, поставил камень добывать, но мне, в первую очередь, надо все-таки территорию разведать. А то, что надо еще починить, то, что горит. Так, давайте этого сюда. И тут у меня еще лесорог тоже пускай чинит. И вот третий появился. Сейчас я три как раз... И как раз будет зима, а у меня шубы взяты. Я этими четырьмя берсерками... Считайте четырьмя, в кавычках, четырьмя берсерками побегу нападать. Если бы еще было... Если бы еще можно было силу увеличить. Вообще, надо вот эту территорию колонизировать. Хватит ли у меня еды, правда, на зиму тогда? Давайте колонизирую, а тут капну рыбу. Блин, я боюсь, что зимой... Хотя у меня скауты вернутся. Я сейчас не догадается, фиолетовый мне мешать с этой областью и нападать. Давайте улучшу инструменты у охотника. И плюс куплю рабов побольше. Да, но пока в лидерах откровенно фиолетовый, поэтому хорошо, что я тут рядом с ним. Надо именно на него и нападать. Тут еще, кстати, кто-то ходит. Или там олени? А, это олени. У меня вот тут еще... Руинки припасены на будущее. О-о-о, надо... Раба приносить в жертву. Иначе... Сейчас несчастье начнется. Можно, кстати, вот до еды доприносить в жертву, между прочим. Зимой еда очень неплохо. Почему нет? О-о-о, плюс 4 к производству. Минус 4 всего лишь. Чем плохо. Так, тут медведик. Ну, побежали, в общем. На фиолетового нападать. Посмотрим, как пойдет. Хренасил, фиолетового 6 скаутов. Я такого еще не видел. Вот что у меня. Зато по дереву минус пошел. По еде это нормально, а вот с деревом проблемки сейчас будут. Так, возьмем пленение. То есть вы во время войны можете еще и в плен брать. Ну что, попробуем. Давайте, знаете, что мы берсерка тут будем подставлять под... ...здары. Ну что там? Прибегут сейчас ко мне. Какие-нибудь армии. Фиолетовый с кем-то другим там борются, я так понимаю. Так, сейчас у меня замерзать начнут ребята. Ну, опять подвисания начались. Ну, блин. Ну, блин. Здание заполнено, но на картинке это не как... 4, о, плюс 1, нормально. Так, больше не замерзаем пока. Так, будем эту территорию атаковать. Почему я вел сейчас впереди берсерк? Потому что у него защита выше, чем у драконидов. Ну, отступает. Поменял. Так, все, мы тут все исследовали. Возвращаем пока скаутов. Домой. Давайте, наверное, прикупим еще рабов. Что-то тут бегает этими. Не пойму. А, он сделал из них лучников, чтобы атаковать. Ну, вот что это происходит? Что это за глюки такие? Блин. Ну, вот что вы видели сейчас? Мои дракониды не атаковали, а бегали просто. Какая тупость. Ладно. Эту заберем башню. Пока он добежит. Нет, не успел. Пожалуй, воеводу вернем. Бежим быстрее, быстрее. Нет, драконид. Ладно, восстановим. Мне надо его все-таки замочить как-то. Короче, он взял защиту явно. О, видите, я захватил пленного. При атаке. Захват пленного был. Прикольно. Так, что у нас тут? Идет добыча железа? Идет. Кого мы улучшим? Давайте улучшим добычу дерева. И мореходов. Потом надо лекарей улучшить. Так, 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 так. Ну, этого сделаем драконидом. А, он решил нападать на меня? Ну, окей. Давай повоюем. Ну, вот это неудобно у меня расположение, конечно, района. Офигительно. Офигительно неудобное расположение. Так, давайте часть этого принесем в жертву на счастье. Сейчас возьму. Успею починить интересно. Так, счастье. Плюс 5. О, успел. Давайте даже апнем эту башню, чтобы не бегать сюда часто. Ну, он, видите, у него тут все раненое. То есть, фиолетовый. Ну, его все равно добивать надо. В Норсгарде надо добивать. Так, они лечат тут берсерка, я надеюсь, и дракониды, потому что остальных, в принципе, можно не лечить пока. Вот, я юнит и зря потерял, они денег стоят, понимаете, в создании этих драконидов. И в этом проблема есть. Вот, 70 день, то есть, я не смогу покупать рабов. А мне рабы сейчас, вот, надо раба принести в жертву, чтобы счастье осталось. Ой, вот это я зря сделал. Вместо счастья теперь деньги. О, дерево. Так, давайте построим тут добычу. Нет, это, во-первых, тут оставим добывать железо. Во-вторых, сейчас этих лекарей, они долечат берсерка. Все. Пошли добивать фиолетового. Да ладно, опять наемники. Надо одного отправить. Мы все побежали. Ну, что за, ну... Одного надо отправить, побежали все. Лекарь и улучшу. И возьму тяжкий труд. Теперь можно рабов присоединять к зданиям. Ну, только один раб остался. Ну, вот, например, к зданию со счастьем будет давать плюс одно, кстати? Да, да, дает. Так, надо эту башню тоже апнуть. Что, еще одного отправил? Да, господи, ты боже мой. Ну, от этих я отобьюсь с такой башней. Ну, давай, иди сюда. ПОДПИСМЕНИЕ он все равно лидер то есть это к тому что нафига мне его атаковать это что такое общем а это я опять захватил рабов вот это прикольно миксить это очень нравится что захват так давайте этих кстати их можно поставить на добычу камни так счастье есть все районы защищены нас нужны деньги на то чтобы драконидов делать 50 монет один драконид следующий 60 потом 70 что надо опыть эти корабли надо опыть можно перустроить не помешает ну серьезно что мне зеленого тратить ну сначала фиолетового надо убить а потом синего так что мы улучшим теперь давайте ускорим добычу наверно или пивоваров я хочу мы хотя могу это это улучшить так что у нас тут метель будет у меня куча дерева я думаю что можно нескольких на добычу еды перекинуть даже на добычу счастье апм мореходов плюс 10 процентов к силе атаки против соперника за каждое условие победы в котором он вас опережает торговля предание и слава то есть я сейчас буду иметь против всех плюс 30 процентов атаки как вам нравится как вам способность не хочу пока берсерка покупать я сейчас наверно буду опыть все ну вообще хижину знахаря можно проапгрейдить вообще я бы опнул все алтари драконидов сделал бы 6 драконидов и пошел атаковать так вот этого можно пока но фиолетового сейчас будут большие проблемы так а мне можно пока кстати синего исследовать лучшим рыбаков сколько у меня еще железа тут осталось добыть я хреново несомненно атаковал фиолетового это просто несомненно плохие атаки он пускай тут надо его знаете вот он бежит сюда надо его в другую сторону шестью драконидами я его точно замочу тем более вот у меня еще тут будет способность продали сейчас денег не так много не бы денег побольше накопить пока они умирают у него жители что на меня нет не пойму это это наверно фиолетовый на синего отправил все сообщи с лидерством теперь уже красный впереди но по славе что мне еще улучшить мудрецов пока не буду ничего улучшать тут камень да будут четыре камня стали просто хочу здесь поставить склад тут мы добыли все железо красный атакует синего отлично вот она фифа во всей красе нам бы еще тогда зеленого исследовать но тут проблема в том что красный тогда вырвется вперед по славе здесь тоже добыли камень это что мне можно не лечить моих ребят они не теряют ничего когда они раненые так надо наверное дом улучшить 4 еще три жителя может появиться отлично и улучшаем алтари только два смогу пока улучшить но это еще по плюс пять процентов это извините меня очень не слабые такие бонусы на колонизация колонизация еще домик надо где-то еще домик организовать плюс надо купить рабов все теперь надо копить на пять берсерков моих этих драконидов это с разведчики что они тут исследуют и надо добивать фиолетового красный там добил синего тем более что и красный с другой стороны матери красный не нравится конечно так сколько у нас шесть мореходов надо еще одного сделать что он так пишу сейчас вообще красный как бы в лидерах скорее каши могу его убить о нет крови так 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 не тормозим приносим жертву а тут красный уже лидер на самом деле восьмиста достиг тем не менее фиолетового надо добить в любом случае по пути так сказать денег маловато у меня вот что меня смущает давайте да будем так давайте делать потихоньку драконидов ой я вместо не туда отправил парня вместо создания дракониды принес его в жертву так давайте раба принесем сколько еще стоит 80 монет но мне еще двух надо ханюх ладно хотя бы еще одного так 80 давайте вот одного из пивоваров сколько у них уже сила 15 и напомню что еще будет бонус против фиолетового ну как минимум 20 парня не уверен что правда маяк будет тоже срабатывать блин а сколько еще стоит еще один драконид 90 может подождать что сейчас будет а только нашествие драконидо угро сначала с ними расправиться а синего уже нету все его вынес красный может мы все-таки на красного теперь нападать а не на фиолетового блин теперь на зеленого нападает теперь фиолетовым там правда он может еду с него получает скорее так я могу рабов еще добавлять к зданиям быстро блин я думал тут никого нету тут у нас эти пивовары так надо надо купить рабов и принести их в жертву чтобы дракониды сами лечились раз еще одного раба надо два а этих двух рабов которых сейчас привезли к зданиям на еду так и так еще одного драконида сделать все пять драконидов запускаем пир кого нам еще улучшить да пока никого и пошли добивать фиолетового он следит за мной все повел делать лучников так раз население надо брать чтобы быстрее восстанавливалась меня там еще разведчик гуляет не напускай следует ну давай так я еще и лечусь тут параллельно тихонечко сам с собой нет ну блин какая не тупая способность бля я не могу мне его надо добить так лечение лечение жертву так надо добивать берсерка да ладно может да пожалуйста он захватил в плен и закрывается эти захваты в плен так что горит не знаю то есть ну он сдох то есть у него голод идет сплошной сейчас пора я думаю сдаваться все таки ну не могу я идти красному без вот все я думаю это все еще одного в плен захватил еще одного в плен захватил класс это конечно способность дракона вот это в плен захватывать тоже но это неспособность это открыть надо теху сначала конечно да я знаю что надо такая ну блин если я оставлю фиолетового в живых атакуя красного да я ретард это точно 5 себе был соседях хотя бы с красным а так меня получается он по пути и ну что мне сделать ну блин ну блин хотя я могу так напасть и как раз башня отвлеклась на драугро да ладно он еще это опять ну ладно умея правда счастье дает что он еще эту область захватил принес только еды интересно но это мне все счастье даст с другой стороны ну еще одного раба сделал еще одного раба сделал а не того да ёпт вот у меня управление офигительное какой фиолетовый напряжная кэш поешь он там ну вот это вот все до до победы но блин какой напряжный просто вот да и кати я за что не люблю еще стратегии бля не добил еще и тут потеряю сейчас я у тебя все заберу и тут нас рабы он уже не может победить принимаете но он будет до последнего в принципе не но он к с одной стороны кэша прав но это блин вот это такое дрочерство вот это вот в норсгарде так просто вырубает это по одному юниту она по раскрасным заниматься теперь да я знаю что я грустный микроконтроль это не мое так короче у меня дофига денег давайте наверно тут рабов приносить в жертву 1 2 и делаем 1 2 а блин лечиться надо боже боже а тут что а и вся лето вы сюда придет да ладно о боже у меня еще вот эта область кстати надо исследовать так лечимся пока от болезней и надо с красным пытаться разбираться что вообще с зеленым у меня к тем меньше всей славы среди всех ну надо видяться с зеленым красного выносить ну зеленого там армии то особо нету чтобы выносить кого-либо кровь пот и слезы да в принципе все в принципе как так себе уже на данном этапе мне вот эту область бы еще тут все-таки плюс пять процентов к силе бойцов и вот эту надо взять мне 20 железа давайте поселяну лучшим наверно давайте красного исследуем так но он йоту на давным-давно взял не знаю только чем сейчас только заметил это уже на но о наверно больше надо еще этих берсерков конечно если больше построить мест где берсерков нанимать здесь еще можно здесь еще можно хотя бы штук 7 сделать так жилья не хватает еще и и дома надо бы построить сколько там кстати фиолетовый чем-то меня напоминает да когда на него со всех сторон нападают он живопит что там другие побеждают ну проблема в том что фиолетовый вполне может победить а красный очень близок к победе то есть это остался буквально сколько нет уже области раз два три четыре пять шесть семь восемь девять я думаю области три у него осталось забрать и блин ну зимой нападать на зимой нападать на медведя так себе идея опять же может все таки добить фиолетового чтобы славу получить какую-то вот Продолжение следует... 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 90 процентов у красного ну я не знаю но блин ну слушайте но атаковать красного это победа зеленого оставить и не зовут ну вот как мне в данном случае под сейчас тут как бы по моему мнению синий плохо сыграл внук сосед красного что ему так отдался я тут жду когда здание сгорят вон не мог их захватив территорию восстановить еще рабов еще рабов больше рабов три раба так да я тупой как не знаю что так больше делаем драконидов опять он прибежал да господи ты боже так ладно хрен с тобой так еще два надо или или все-таки сделать бонус на на лечение я вот думаю мещих и вылечить надо а так надо просто бонус на лечение сделать пускай не сами лечатся беги-ка раб умирай у зеленого армия так надо рабов распределить как-то еда как это тут еду добывает этот еду добывает или нет этот счастье 5 из 6 я еще могу тут сюда рабов добавить вот это вся армия зеленого 5 человек отлично отступлю пока но мы одну область у него забрали блин больно бьются дача я бы сказал что у меня защита маленькая видите вот стоя областью разберемся пока если чем дракониды конечно плохие то у них маленькая защита это единственная проблема так он уже бежит ладно отступим так у него он уже пытается победить кстати наукой вот вот для чего надо было фиолетового убирать потому что он теперь помогает красному еще денег скопил откуда-то не спал ночами деньги копил ну зеленая вот сюжету зеленого за 5 юнитов было что это вообще за что это за атака из 5 юнитов про пиры забываю совершенно надо еще построить драконидов давай давай еще еще беги класса обожаю тиллоги ну 92 процента то что он Ну последняя теха осталась красному, если зеленый ничего не предпримет вменяемого. Просто 5 юнитов на 806 год. У меня 6 драконидов. Кстати, я могу и берсерка еще купить. Ну блин, ну что за зависание такое. О, берсерк купился, но пока дальше ничего не происходит. Отличные. Красный слишком без проблем вынес синего. В общем проблема. Ну и я здесь улажал постоянно с фиолетовым. То есть у меня до фиолетового было конечно мочить. О, очнулись. Все, побежали. Эй, не успеем уже. Без 3% это слишком круто. 8 берсерков. Так, заберем эту область. О, кипят. еще двоих делаем фиолетовый занимается все непотребством до сих пор зима началась как раз то что надо для медведя что фиолетовый меня спрашивает а чего я на него нападаю ну тут чтобы вот такого не было а фиолетовый конечно лалка да поздно уже зеленый поздно это надо было захватывать зеленое красного блин я забыл что у меня тут способность есть вот это шо он не смог захватить в область позже а а а Играет музыка. Ну, прямо скажем, как и в любой ФФА, тут, мягко говоря, ему просто повезло с соседями. И не повезло с соседями, например, фиолетовому. Потому что синий очень быстро сложился. Я не знаю, что там ему сделал такой красный, что он так быстро сложился. Но я не знаю, что с коричьем произошло, почему он быстро проиграл. Получилось, что зеленый и я, мы дальше всего от красного находимся. Фиолетовый посчитал, что, видимо, я ему испортил игру, поэтому он помогать нам против красного не будет. Он будет атаковать меня. Причем меня даже, не зеленого, который тоже там был поблизости от славы. Ну, в любом случае, вот это, по-моему, я нормально сейчас показал. Новый клан. За него вполне можно играть. Он мне вполне нравится. Надо просто почувствовать вот эту силу драконидов. Когда ими отступать, когда ими нападать. Но, в принципе, очень-очень серьезный клан на атаку. То есть, я бы его в один ряд с кланом Волка ставил и, наверное, с кланом Медведя в плане игры именно на битвы. Но мне понравилось. Мне понравилось. Вот это, я думаю, нормальный первый взгляд на клан дракона. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.